Ивановские пожарные уже готовятся к новогодним праздникам. Сотрудники отдела надзорной деятельности вышли в рейды по торговым точкам с пиротехникой. В центре внимания оказался киоск на улице Громобоя. Давайте сначала посмотрим документики. Это пожарно-технический минимум. Эффекта неожиданности от появления сотрудников МЧС в магазине не возникло. Пожарная сигнализация работала исправно, правила хранения пиротехнических изделий соблюдены, все необходимые документы были сразу же предъявлены. Возможно потому, что владельцы торговой точки о проверке предупредили заранее. Тем не менее, в этом магазине нарушений выявлено не было. Сегодняшняя проверка предметной проверки являлась, во-первых, это правило монтажа пожарной сигнализации и находится ли она вообще в рабочем состоянии. Также на объекте должны быть огнетушители, соответствующие документы, паспорт на огнетушитель. С работниками организации должны проводиться инструктажи пожарной безопасности, а также хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в специальных металлических шкафах. Как бы вот на этом объекте сегодняшний проект показал, что нарушений выявлено не было. За торговлю изделиями без сертификатов качества юридическим лицам грозит штраф от 150 тысяч рублей, предпринимателям – 40 тысяч. Но штрафы не имеют решающего значения в профилактике несчастных случаев, ведь даже если изделия качественные, правила техники безопасности никто не отменял. Пиротехнику всегда перед новогодними праздниками завозят в наш регион. И, естественно, она продается не только в специализированных магазинах, но и с рук продается, и в палатках продается. Так вот, хотелось бы сказать нашим гражданам, жителям нашего города, особенно взрослым, чтобы провели беседу со своими детьми, и обязательно провели беседы в учреждениях школы, институты, там, где дети забавляются вот этими игрушками. То есть ни в коем случае категорически нельзя пользоваться самодельной пиротехникой. Но многие продавцы и сами стараются не продавать пиротехнику детям. Общим правилом запрещено торговать пиротехникой людям, гражданам до 16 лет, только с 16 лет. Мы, руководствуясь опытом наших московских коллег, перешли на, волевым, скажем так, решением, на торговлю с 18 лет. Бороться с контрафактом в предпраздничные дни инспекторам довольно сложно, поэтому сами покупатели должны уметь отличить подделку. Все должно быть написано по-русски, обязательно. Обязательно должна указываться инструкция по применению, обязательно меры безопасности, опасные зоны. И безопасная утилизация после использования. Сейчас инспекторы будут проводить проверки регулярно. Благодаря таким рейдам на островных прилавках значительно сократилось число контрафактной продукции. А владельцы торговых точек стали ответственнее и стараются не нарушать правила пожарной безопасности. Слишком дорого им это обходится. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.